Я проживаю сам в Иркутске. Китайцы у нас там ходят, полкани. И если раньше это были простые работяги-мешочники, то на сегодня это для каждого из нас очевидно. Военнослужащие, специально подготовленные, имеющие специальную подготовку, очень легко определить. У них плавающие вот такие вот движения, у них взгляды вот такие вот хищные. Ну, как агрессор специального подразделения, я вполне могу понять, кто стоит передо мной. Эти китайцы у нас вывозят тайгу, практически уже ничего не остается. Более того, они качают у нас Байкал цистернами. Байкал обменял ниже критической отметки. Из колодцев всех людей, которые проживают возле Байкала, ушла вода. Заразили Китай водорослями. Байкал начал гнить, а это единственное водохранилище, крупнейшее пресло воды. Когда китайцам отрубят возможность вывозить Байкал и наши лица, вот тогда будет нападение. Я не думаю, что времени пройдет немного. Я боюсь, как бы это не было два года. Я обратился к президенту с просьбой. Дело в том, что я прочитал коммуникации генерала Скокова, называется «На все про все. 85 бригад постоянной боевой готовности». Это о том, какая у нас на сегодня армия. И там написано, армия у нас не способна противостоять агрессии КНР. Генерала Скокова за это сразу выгнали из армии в отставку за то, что он и еще два генерала отказались соучаствовать в развале армии Сердюковым. И есть неплохой фильм, называется «Россиян обрушает чувство вину», в котором реалистично показан именно сценарий западения КНР на Россию. Сценарий такой. 2 января, когда вся страна находится в пьяном анабиозе, 20 вертолетов КНР со спецназом на сверхмалой высоте приземляются в Хабаровск. А все мы знаем, что остров, на котором стоял единственный пульт охраны Хабаровска, он сданки там. И Хабаровск стоит полностью голый, большой усилийский остров, там чтит, вообще невозможно голый. Хабаровск полностью он стоит без охраны. И они вырезают руководство Дальневосточного федерального округа и Восточного военного округа. После чего начинается масштабное вторжение. Я попросил президента России провести проверку готовности войск военного округа. Вот именно по предложенному сценарию. А может ли вообще округ противостоять агрессии КНР, если... Вот именно в такой момент начнется эта агрессия. 700 человек, 750 человек, 18 они влезают. И вот на сверхмалой высоте проникают на нашу территорию и всех выигрывают. Что будет делать наше подразделение. Вот, как положено, президент России скинул мое обращение в Министерство обороны. И мне оттуда пришел вот такой вот циничный ответ. Мы осуществляем меры по укреплению доверия в военной области и взаимному сокращению вооруженных сил в районе границы. Подписал начальник отдела Министерства обороны Юр Шуликин. Запомните, товарищи и демномышленники, навсегда им к фамилии. Вот, когда ситуация дойдет до критической отметки, что будет агрессия, это будет скоро. Те, кто считает, что это дикосредство присутствующих здесь, что 5000 километров до границы, это мало. Я хочу вам сказать, понятно, дальневосточники это потенциальные смертники. Но сибиряки, это Иркутская область, Красноярск, Новосибирск, те, кто сможет вырваться из оккупации, они будут здесь. Это будут толпы беженцев голодных, злых. Я лично, в узгене в 90-м году, мне довелось видеть обезрубшую толпу беженцев. Я хочу вам сказать, я не желаю никому из вас этого видеть, потому что москвичи к этому не готовы. Здесь начнется разгуль бытового бандитизма. За МВД я могу сказать точно, там нет ни сил, ни средств для подавления вот этого бандитизма. Их нет совсем. Силы там ориентированы только, только на пресечение выступлений недовольных, на безоружное выступление. Другого там ничего нет совсем. Поэтому, когда беженцы пойдут сюда, здесь начнется резня за кусок хлеба, за одежду, за теплый угол. Я прошу вас понять, это касается и нас, и наших детей. Для того, чтобы выжить, надо перестать молчать. Надо, наконец, уже делать. Пишите все тексты моих обращений, выложены у меня на той же странице водопластников. Заходите, посмотрите, устраивайте текст, переписывайте, направляйте, думайте сами, как это сделать. Я вот обратился к капитану первого ранга в запасе, Севскому Константину Валентиновичу. У него есть информация, сколько частей ликвидировано, какие военные городки разгромлены. Я очень надеюсь, что полковник, кто по военному сухондул, полковник Севсков, поделится этой информацией. И мы уже предметно, повторно, направим президенту вот это обращение. Поэтому я вас призываю всех, не молчите. Прошло это время. Присоединяйтесь. Спасибо.